Всем привет, дорогие друзья, с вами Марс, и мы продолжаем проходить Assassin's Creed, первую часть, на следующее утро. Просыпаться и видеть, что вы стоите надо мной, немного жутковато. Смотрели, как я сплю? Мы всегда наблюдаем за вами, поднимайтесь. У нас много работы. Кого же мне придется убить сегодня? Я думаю, обойдемся без надменности. Ваши предки шли почти верным путем, мистер Майлз. Если смерть нескольких злых людей может спасти тысячи, это лишь малая жертва. Почему почти верным? Они зашли недостаточно далеко. Приведу аналогию. Коррупция словно рак. Если вырезать метастазы, но не тронуть источник, то ты всего лишь оттянешь время. А излечение можно добиться лишь систематическими мерами. Химиотерапия, Дамас. Обучение. А вернее, переобучение. Но это нелегко. И не всегда работает. Дайте догадаюсь. У вас есть идея получше. Что же это? Так я вам и сказал. Ладно, так и быть. Ну, Дезмон все-таки тропичная кукла. Потому что будь, наверное, любой здравый человек, ну, мужик в плену. И тут никакой охраны, в принципе. Ну, по крайней мере, в этом корпусе нет. Ебать. Ушатал бы этого дедушку. Свернул бы ей шею. Пробовал бы как-то отсюда уходить. Нас, судя по всему, нет. Ладно, мы продолжаем. Если вы деретесь в рукопашную, стражники не вмешиваются. Но если вы достаете... Да-да-да. Я жив? Но вы ударили меня. Эти советы очень полезны. Я чувствовал дыхание смерти. Ты видел то, что хотел показать тебе я. А потом ты спал сном мертвеца. Сном младенца в чреве. Чтобы переродиться и проснуться. Для чего? Ты помнишь, Аль-Таир? Ради чего сражаются ассасины? Ради мира. Во всем. Да, во всем. Недостаточно остановить насилие человека над человеком. Мир должен быть и внутри людей. Не бывает одного без другого. Так сказано. Так и есть. Но ты, сын мой, не обрел внутреннего мира. Это проявляется в твоей грубости. И самоуверенности. Разве не вы сказали, что ничто не истина и все позволено? Ты не понимаешь, что означает эта фраза. Ее смысл не в том, что ты можешь делать все, что вздумается. Это знание, которое направляет нас. Оно требует мудрости, которой тебе не хватает. Так что же будет со мной? Можно было бы убить тебя за то, что произошло. Малек считает, что это справедливо. Твоя жизнь. За жизнь братьев. Но так бы мы потеряли время и твой талант. Сейчас ты лишен всех привилегий и своего звания. Ты вновь стал новичком. Ребенком. Как в тот день, когда впервые пришел в наш орден. Я предлагаю тебе искупить вину. Заслужить путь назад в ряды братства. Вы что-то задумали? Ты должен доказать, что помнишь, как быть настоящим ассасином. Хотите, чтобы я забрал жизнь? Нет. Пока нет. Для начала ты вновь станешь простым учеником. Но зачем мне это? Твои цели за тебя выслеживали другие. Но с этого дня ты сам будешь искать их. Как скажете. Именно. Итак, что я должен сделать? Нас предали. Кто-то помогал Реберу Д'Ассаблее. Кто-то из нас. Ты должен найти его и привезти ко мне для допроса. Что вы знаете о предателе? Я рассказал все, что мне известно. Остальное... Твоя задача. Так и быть. Думаю, справлюсь. Что, я тут бегать не могу, что ли? Вас понизили рангом. Вас понизили рангом. Да я и раньше контратаковать не мог, блин. Ладно. Погнали, чё. Надо с этим по-быстрому закончить. Мира и покоя, Аль-Таир. Ты на моём пути. Да. Аль-Муалим попросил меня напомнить тебе, как мы выслеживаем жертву. Я знаю, как это делается. Возможно. Но у меня приказ. Тогда поскорей. Ассасины используют несколько методов поиска. Знаю. Мы можем подслушивать, красть или выбивать сведения силой. Именно так. Значит, я должен выявить предателя, используя эти методы? Да. Начни с деревенского рынка. Там мы заметили его в первый раз. Ты знаешь, кто это? Возможно. Тогда скажи мне имя, и мы закончим. Нет. Так не получится. Вступай. И помни. Начни поиски с деревенского рынка. Хорошо. С чего это он так торопится? Не мешай мне, женщина. Я тут важными делами занимаюсь. С деревенского рынка, да? Ладно. Тут, в принципе, недалеко. Но мир довольно-таки интересен. Правда, графика уже уступает, но... Блин. По-моему, это неплохо. Она не раздражает. В нее до сих пор можно нормально играть. Я точно видел. Масун открыл ворота. Он впустил тамплиеров. Расскажи об этом Альму Алиму. Нет, Масун действовал не один. Кто-то в крепости помог ему. Откуда ты знаешь? Он обменивается с кем-то письмами. Их переносит Корзинщик. Это не причина молчать. Ах, Корзинщик принес ему письмо прямо перед атакой. Думаю, открыть ворота ему приказали. Тогда поговори с Корзинщиком и выясни, с кем переписывается Масун. Он пропал. Прячется, чтобы избежать расспросов. Ха! Не начал одной из своих же Корзин. Ясно. Теперь пошли поговорим с Корзинщиком. Ну как поговорим. Заворуем у него письмешко. Ну, почему он так торопится? Зачем он это делает? Пожалуйста, хоть одну. Мы все потеряли во время нападения, и нам негде хранить зерно. Я сейчас не могу. Я занят. Из-за письма? Какого письма? Того, что ты получил, когда я пришла. Плохие новости. Не понимаю, о чем ты. Я постараюсь что-нибудь сделать, но сейчас мне нужно побыть одному. Приходи потом. Как скажешь. Пока-пока. Странно никогда раньше не видел ничего подобного. С этим справились. Ну, вот как вы видите, он может не цепляться. То есть, такой довольно медленный паркур. Я вижу, как ты на меня сможет. Что за болван? Куда я его отыскать? Предатель? Я не предатель. Ничего себе. Это Аль-Муалим предал нас. Болтай. Сегодняшняя атака была первой из многих, что последует, если мы вместе не поднимемся против безумца из Мазиафа. Остановим его ложь. Дурак, что ли, блядь. Ну, ты хочешь драке? Вот и сейчас. Хватит! Я скажу! Я скажу! Говори поскорее. Мне не нужны твои игры. Почему ты предал нас? Кому ты служишь? Мы служим тамплиерам! Они сражаются за правое дело! Мы? Джамаль, он рассказал мне об их замысле и приказал открыть ворота. Ты предал нас. Нас, назвавших тебя братом и укрывших от бед. Я сделал то, что считал нужным. Ну, понятно. И я не боюсь умереть за правое дело. Не мне решать твою судьбу. Это сделает Аль-Муалим. Перемотка на более поздний участок памяти. Тебя обвиняют в том, что ты предал братство и открыл дорогу врагу. Как ты ответишь на эти обвинения? Не отрицаю. Я горд тем, что сделал, и жалею лишь, что мы не добились успеха. Я предлагаю тебе покаяться, отречься от зла в твоем сердце. В моем сердце лишь истина. Мне не в чем каяться. Тогда ты умрешь. Ты справился, Аль-Таир. И заслужил право вновь носить клинок. Что будет с тем, который ему помогал? Увидим. Кто-то предает из невежества и страха. Таких людей можно спасти. Более же других искажена. Их разум отравлен и испорчен. Таких нужно уничтожать. Скоро мы узнаем, к какому типу относился Джамаль. Я прошел испытание. Что дальше? Прошел. Дитя мое, мы только начали. У меня есть список. В нем девять имен. Девять человек, которые должны умереть. Они как чума. Они разжигают войну. Своей властью они отравляют землю. Из-за них продолжаются крестовые походы. Ты убьешь их. И посеешь семена мира. Как в стране, так и в самом себе. И тогда ты обретешь прощение. Ладно. Девять жизней в обмен на мою. Думаю, это щедрое предложение. У тебя есть вопросы? Один. С кого начинать? Отправляйся в Дамаск. Найди торговца на черном рынке по имени Тамир. Он станет первой жертвой. Когда прибудешь в город, найди местное бюро братства. Я пошлю голубя, чтобы сообщить Рафику о твоем прибытии. Поговори с ним. Увидишь, он тебе поможет. Если это необходимо. Да. Ты не можешь приступить к заданию без его разрешения. Что? Мне не нужно ничьё разрешение. Это потеря времени. Это цена, которую ты платишь за свои ошибки. Ты отвечаешь не только передо мной, но и перед всем братством. Хорошо. Собери снаряжение и иди. Докажи, что не потерян для нас. Ну? Выпускайте меня уже. Так, ну мне вернули спрятанный клинок. Мне вернули саблю. Это хорошо. Так, ладно. Дорога в Дамаск. Альтаир, похоже, мои ученики не вполне понимают, как нужно обращаться с Рафиком. Может, ты покажешь им? Опять ты? Ёб твою мать. Как я не люблю это обучение? Это пиздец. Что я должен сделать там? Великолепно. Великолепно. Работа мастера. Ну, есть немного, но... Вот так, ученики, мы и должны сражаться. Ну, да. Не вернувайся за свои грехи. Все, выход из обучения, да. Понимаю, у тебя много дел. У меня их выше крыши. Так, ладно. Давайте-ка первую дорогу я все-таки к городу пропускать не буду. А остальные я уже как-нибудь буду проматывать, наверное. Потому что это чертовски однообразное действие, которое повторяется почти каждый раз. Ну, мы в каждом из городов, это Дамасск, Иерусалим и еще какой-то городок там был, будем бывать по два, по три раза. Очень странно. И каждый раз скакать туда, это будет, ну, не очень интересно. Поэтому первую дорогу я, пожалуй, проскочу на лошади. Похоже, он куда-то. А остальное уже буду пропускать, проматывать. Давайте-ка возьмем белую лошадку. Го! Хля! Не можешь, не можешь. Я могу. Ты просто ничего не понимаешь. Такс. Ну, сделано тут все довольно-таки красиво. Я не знаю, мне просто нравится. Да! По-моему, во вторник. То есть, сегодня восьмое число, седьмой у меня суббота. По-моему, во вторник выходит Assassin's Creed Unity. Надо будет его тоже посмотреть, потому что... Потому что игра обещает быть интересной, правда. Она, по-моему, там была на кого пориентирована. Куда он пошел? Так, ладно, погнали наверх. Точка обзора по-прежнему обучение. Не знаю, наверное, из всей серии Assassin's Creed мне сам больше понравился это Бразер. Потому что он был... Ну, во-первых, он был крутой. Во-вторых, это история Этсио Аудиторе. А персонаж довольно интересный, колоритный. И вот откуда пошла фишка всех Кридов. Это таблет камеры по кругу. Нам скакать хера в километр? Да залазь ты уже, ну. Несчастье. Он кого-нибудь с ног собьет. Почему он несет? Там у нас эти... Татары, блядь. Эти тюрки. С ними лучше не махаться. Ну, по крайней мере, сейчас. Куда мы едем? Дамаск. Не рей, блядь. Бесишь. Че ты разнервничаешься, а? Скажи мне. Че ты нервный такой? Так, давайте-ка еще одну точечку откроем. Все равно халява по пути. Да, видите, какой тут ленивый паркор. Это просто беда. Не помню, че я там играл такое. Блин, ну-то ли. Тут совсем недавно. Че там был настолько резкий паркурш? Прям аж даже... Не помню. Че ты мигаешь, сука. Где моя лошадка? Погнали. А тут никого нет. А вон он, блядь. Ох, я тебя помню, блядь. Такой ты бесячий. Ну как? Ну вы поняли, да? То есть в прямом бою это довольно опасный противник, а так... Просто кусок мяса. Тут еще как-нибудь уйдет. На крышах флажки стоят, там все. Я не ожидал твоего покидая. Да не хочу я с вами драться. Бесите. Останови! И от меня не уйдет. Лошадь неубиваемая, насколько я помню. Поэтому все нормас. Они будут за мной довольно долго бегать, если я не ошибаюсь. Пока им, впрочем, не надоест. Ну все, заныкался, заныкался. Так, там можно офицера убить. Но это не так интересно. Подраться с ними всеми без контр-атаки, это я сделаю большую глупость. Так, там еще одна обзорная точка. Да хрен на вас, блядь! Вообще, блядь, вы ж меня хоть догоните. Так, 300 метров осталось. Там еще одна обзорная точка. Блядь, асоси... Этот сам темплиер. А я тебя не помню. Может, получится к нему тихо подобраться? Да, получилось. Нормально. О, за мной лошадь пришла. Хорошо. Видите, так мы лениво добираемся. Я стараюсь открывать все точки, потому что это карта. Которая мне... Да убери-то этот маркер. Которая мне будет помогать, потому что тут... Городам добираться не так просто. Просто запутанные дорожки. Ну да ладно. Большие территории. Ты что, тут один, что ли? Погнали. Лошадь. Валим отсюда. Ой, там еще один темплиер, по-моему, был. Да? Да, смотри, прям джекпот у меня сегодня. На это говно. Ну давайте попробуем к нему добраться. Кто на меня смотрит? Так, три есть. А, лошадка. Валим отсюда. А, видите, с лошади даже не берутся. Так что, не-не-не, я их собирать не буду. Эти флажки для коллекции, она бесит. Метательные ножи поражают врагов издалека. Метательные ножи поражают врагов издалека. Угу, гениально. Вот мы, собственно, и главных врагов. Ладно. Ты что? Аллах отвернулся от тебя. Все. Я ни в чем не виноват. Зачем ты это делаешь? Тебе, конечно. Это был последний? Надеюсь. Но лучше не рисковать. Я постаршу домой и еще долго не буду высовывать оттуда носа. Вы были очень добры, молодой человек. И будьте уверены, я этого никогда не забуду. Кто мог сделать такое? Иди, иди. Пошли, ребята. Проводите меня в город. Я не буду спасать виража, но только если это мне будет прям необходимо. Ну, или они прям будут попадаться мне на пути. Не всегда. Там есть, конечно, еще другой путь, по-моему. Или нет. Хотя нет, вот есть какой-то путь. Видите, вот там, ты выбрал правильное место наверх залезть, чем я. И тогда спуститься, но это довольно... Ну, я не знаю. Так, вроде попроще будет. Хочешь хорошую сделку? Она ждет тебя, подходи, подходи. Но все, я думаю. Смотри, больше не делай, огородный. Хочешь уходить отсюда? Давай, блядь! А они меня сейчас запинают. Ну, давай, подыхай, сука. Без контратаки так плохо, что пиздец просто. Спасибо, сынок. Хотел бы я, чтобы мои дети были такими же храбрыми. Я расскажу им эту историю, чтобы они поняли, что значит быть героем. Да, 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 именно, расскажи. А еще, как быть убийцей. Обязательно. И дай им адрес нашего замка, Масиафа. Там обучают таких храбрецов. Да. Обязательно. Так, вот винарет. Че такое, блядь? Ты че не можешь? Даже я бы смог подняться здесь. Господи. Ну и, как вы поняли, это такой типичный город того времени. То есть, причем, война религии. Тут же можно кражу сделать. Смотрите, вы останетесь довольны. Ты че, не можешь тут забраться? Конченый, что ли? Обошел кучу торговцев и не дошел ничего нужного? Поверь, здесь такого не случится. Ты все понял? Да. Доставить письма вашему, вашему другу, торговцу. Ты знаешь, кого искать? Того же, кого и всегда. Не вздумай выдать мое присутствие в городе. У нас много глаз. Много ушей. Дай много рук, чтобы затыкать тех, кто много болтает. Я все это знаю. Даю слава. Ладно. И побыстрее, у нас мало времени. Как тут спускаться, я вот тут только не помню. Тебе что-то нужно? К этому безумию есть объяснение? Не-не-не, все в порядке. Все в порядке. Не напрягайся. Ну да, и эти пророки вечные, которые... Да не хочу я тебя спасать. Не хочу я тебя спасать. Мир и покоя тебя, Альтайр. Полагаю, ты ищешь информацию о Томире? Ну, типа того. Боюсь, мне нечем тебе помочь. Но Бахир может что-то знать. Он должен быть где-то поблизости. Где он там? Давайте его догоним. А то почему-то нам дают аж целую минуту тридцать. На то, чтобы выловить брата ассасина. Помощь, помогите! А то он, типа, куда-то смоется. Увидимся, тебя трубят руки! Армия неверных! Да-да-да! Так они послали тебя? Интересный выбор. Хотя не мне судить. Альтайр просил меня понаблюдать за базаром, который Томир зовет своим домом. И вот что я обнаружил. У юго-восточных ворот собираются некие люди, которые не очень-то ладят со стражей. О как! Попробуй заслужить их доверие, и наверняка они смогут тебе помочь. О как! Хорошо. Память убийства. Уже мы можем открыть убийство. Но давайте-ка откроем еще одну точку. То есть, в принципе, вот так можно проходить. Сразу только вы пришли в город, сразу же брать там эти винареты. Ну, то есть, осмотровые точки смотреть. В данном случае это винареты. Выполнять задание, и сразу же тогда идти выполнять убийство. Я думаю, в этой же серии мы Томира, собственно, убьем. Че бы и не. А, вот можно еще подслушать. Прямо рядышком. Тихо, 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 ребятушки. Говорю тебе, это крысы. Нет, это дети, я слышал их смех. Крысы, дети. Все равно это мешает работе. Шумят они. Надо, чтобы кто-то поднялся и согнал их оттуда. Как они вообще туда попали? Наверное, через центральный двор. Надо попросить стражу посмотреть. Ха, это вряд ли. Они все заняты вязанием пяток своему господину. Ну, это, судя по всему, был какой-то шанс пройти к месту убийства. Ну, там еще одна башня. Давайте сходим, почему бы и нет. Не понимаю, чего он хочет добиться. Как вы вообще меня заметили? Прыгает, конечно, он как куль с дерьмом на эти выступы. Ну, да ладно. В принципе, выполнять такие акробатические этюды. Это довольно интересно. Да. Че, все? А, да, все. Грязный воришка, увидишь, тебя отрубят руки. У меня много разных товаров, даже слишком много. Почему ты так со мной? Что я сделала? Да, старуй. Неверный! Неверный! Блин! Говно! Подыхай уже! Хорошо, что ты так вовремя подозрел. Еще минуты, и они его совершили задуманное. Как это произошло? Ага. Что это? Пацаны, подмога. Хорошо. Я гадал, когда ты появляешься. Ладно, убираемся отсюда. Наблюдатели, то бишь. Он сошел с ума. Да, возможно. Куда он так спешит? Так, ну давайте еще одного гражданина. Ты смеешь красть меня на глазах! За это ты поплатишь на жизнь. Со мной. Что я сделала? Отрублю голову, и он не неверный! Не минуту поклонишься, это место. Я! 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 Еще минуты, и они его совершили задуманное. Это человек, лук! Стражи, сюда! Как такое могло случиться? Еще наблюдатели. Стражи, куда? Скорее, сюда! Дети, убийство! Остановите его, пока не поздно! Он, похоже, спешите. Когда он привел караван на север, то встретил предводителя сарацинов и его голодных людей. К счастью для обоих, им было что предложить друг другу. Допрос. Вот. Это было до битвы при Хатине. У сарацинов кончалась пища. Давайте-ка я возьму все-таки. Но помощи не было. И когда он привел караван на север, то встретил предводителя сарацинов и его голодных людей. К счастью для обоих, им было что предложить друг другу. У-у-у. Идомир уехал на север, предаваясь горьким думам. Ведь его товар скоро испортится. И эта история, как и жизнь несчастного торговца, подойдет к концу. Но судьба распорядилась иначе. Слишком близко для допроса. И когда он привел караван на север, то встретил предводителя сарацинов и его голодных людей. К счастью для обоих, им было что предложить друг другу. Говорят, если бы не Тамир, люди с Аладдина обратились бы против него. Может быть, и ту битву мы выиграли благодаря ему. Конечно. Болвань. Похоже, ты многое знаешь о Тамире. Что он задумывает? Я знаю только эту историю. Ничего больше. Жаль. Зачем оставлять тебя в живых, если тебе нечего дать взамен? Стой, стой. Я знаю кое-что. Продолжай. Он сейчас очень занят. Руководит сбытом большой партии оружия. Ну и что? Он продает его салахаддину. Это мне ни к чему. Как, впрочем, и ты. Нет, стой. Послушай. Не салахаддину, а кому-то еще. Гербы на доспехах. Они другие. Я не знаю чьи. Похоже, Тамир помогает другим. Я не знаю кому. Тамплиером, кому же еще. Да. Я сказал тебе все, что знаю. Тогда пора тебе отдохнуть. Так, убираемся отсюда. Хули ты смотришь? Кто видел, что здесь было? Не знаю вообще. Первый раз слышу. Ну, помогите же. Не хочу. Не хочу. А вот и бюро ассасин. Вор! Грязный вор! Здорово! Аль-Таир, рад видеть тебя. Невредимым. Я тебе тоже, друг. Извини за неприятности. Забудь об этом. Некоторые братья были здесь до тебя. О, если бы ты слышал, что они говорили. Я думаю, ты убил бы их на месте. Все в порядке. Да, ты никогда не был сторонником Крэда, правда? Все сказал. Прости. Я иногда забываюсь. Что привело тебя в Дамаск? Человек по имени Тамир. Аль-Муалима волнует его деятельность. Я должен пресечь ее. Где его искать? Полагаю, ты узнал о своем враге все, что нужно. Да. Вот что я узнал. Тамир заправляет рынком Аль-Силаах. Он зарабатывает на продаже оружия и доспехов. В его деле много людей. Кузнецы, торговцы, финансисты. Он здесь главный торговец смертью. Ты нашел способ избавить нас от этой чумы. У него назначена встреча на его рынке, обсуждение важной сделки. Говорят, что самое важное в его жизни. Он будет занят своей работой. Тогда я и нападу на него. Твой план кажется надежен. Я отпускаю тебя. Перо давай. Выполни поручение Аль-Муалима. Можешь отдохнуть перед заданием. Ну пошли южный, ну. Перемотка на более поздний участок памяти. Отдохну. Вор! Грязный вор! На помощь! Помогите! Нет времени. Иду убивать людей. Грязный воришка! Увидишь тебя друг от друга. Огонь войны пожирает землю. И тысячи полеглистов, защищая свой дом. Трагедия, скажете вы. Но я говорю, слава! Умереть уже нет. Что-то ты распрыгался как-то, Аль-Дайр. Полегче, давай. Так, я смогу тут поверху пройти. А вот и я. А вот и люди. Томиро. Это они. Взгляните сюда. Меня не интересуют твои расчеты. Цифры ничего не изменят. А вот и он. А вот и он. Аль-Дайр требует слишком много. И вести все очень сложный маршрут. Лучше бы ты оружие ковал так же быстро, как куёшь свои оправдания. Я сделал, что мог. Этого мало. Значит, вы просите много. Много? Я дал тебе всё. Без меня ты бы всё ещё был жалким заклинателем змей. Всё, что я прошу, вовремя выполнять заказы. А ты говоришь, что я прошу многого. Ты смеешь оскорблять меня? Нет, Томир, я не хотел. Надо было прикусить свой язык. Нет, хватит. Хватит? Ха! Да я только начал! Нет, нет! А, ой! Но, как вы поняли, со звуком есть некоторая проблема. Ты явился на мой рынок! Торговал с моими людьми! И посмел оскорбить меня? Ты должен знать своё место! Да он уже мёртв. Ладно. Довольно красочная сцена. Да, старичок, наигрался. Ты заплатишь? Вы все заплатите! Похоже, сейчас платишь ты, друг мой. Тебе больше не заработать на чужой боли. Считаешь, я простой торговец смертью, наживающейся на войне? Ты сделал странный выбор, не кажется? Почему меня, когда многие делают то же? Значит, ты считаешь себя особенным? Это так. Потому что моя цель выше, чем просто деньги. Как и у моих братьев. Братьев? Он думает, я в теле один. Я лишь часть дела. Со своей частью работы. Скоро ты узнаешь об остальных. Им не понравится то, что ты сделал. Отлично. Уже предвкушаю их смерть. Столько гордости. Она погубит тебя, дитя. Упокойся с миром. А теперь пора сваливать. И больше не сбежай. Что ты делаешь? Иди прочь! Я тебя поймаю! Блядь, лезь быстрее, дебила кусок! Ты от меня не уйдешь! Ну быстрее, ну ёб твою! Я не уйдю! О! Всё! Валим отсюда! Валим отсюда! Меня камнями кидались! Не прошу всего лишь пару моментов. Не поймите его, уйди! Блядь, бежи! Бежи, 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 бежи! Мяч доставай! Давай! Твоя! Откуда тут лучники? Тут же ж их не было. Зачем вообще вести себя так? Ну правда, что-то их не было. Откуда они взялись? Ладно, так и быть. С этим заданием мы справились. И по-моему, справились довольно неплохо. До меня дошли известия о твоей победе, Аль-Таир. Прими мою благодарность. Спасибо. Жаль, что остальные до сих пор не относятся к тебе с должным уважением. Тазабей. Рафик, мне всё равно, что думают обо мне другие. Как скажешь, Аль-Таир, тебе нужно рассказать всё Аль-Му-Алиму. Я уверен, что у него есть для тебя новая работа. Он. Перемотка на более поздний участок памяти. Вылезайте, мистер Майлз. В чём дело, док? Мисс Стилман настаивает, что вам нужен отдых. Таки быть. А ты куда, доктор? Мисс Стилман? А там что, портал, что ли? Ладно, таки быть. Мисс Стилман, в чём, собственно, дело? Не скажите мне, кто засунул шило ему в задницу? У нас сроки неделя. Уже шесть дней. Сроки? Мне нельзя говорить. Встаньте на моё место. Меня удерживает в заперти группа учёных и заставляет целыми днями лежать в какой-то машине. Вы не говорите, что вы ищете и для чего. А я должен быть благодарен за то, что вы сохраняете мне жизнь. Ребята, это полное дерьмо. Иначе не назовёшь. И что вы от меня хотите? Хм, подумаем. Не знаю. Может, ответов на вопросы? Не могу. И так лучше. Безопаснее. Для кого? Для нас обоих. Ладно, дорогие друзья, пожалуй, давайте-ка на этом закончим сегодняшнюю серию. Всем спасибо за просмотр. В этой серии мы убили Томира. Всем пока. До новых видео. Спасибо за просмотр.